В связи с проведением административной реформы в обиходе политиков и журналистов появилось новое понятие «переходный период». На смену муниципальному району пришел городской округ. Однако использовать это выражение нам кажется уже практически не придется. Структура администрации городского округа Воскресенск определена. Вновь созданы основные управления и контролирующие органы. Остаток прошлого года и начало этого ознаменовано волной кадровых изменений. Так, 15 января официально представлен новый начальник управления культуры. Эту должность теперь занимает Елена Маскалева. 2020 год, как вы все знаете, президентом Российской Федерации объявлен годом памяти и славы и посвященный 75-летию нашей великой победы. Поэтому в самом начале у нас с вами предстоит плодотворная работа по подготовке, организации мероприятий этой знаменательной дате. Также, естественно, перспективная у нас с вами задача – это развитие материально-технического обеспечения наших учреждений, ремонтных работ, развитие культурно-досуговой деятельности для нашего населения. Также по школам искусств и музыкальным школам – это выявление и поддержка талантливой молодежи. Я думаю, что мы сделали правильный выбор, и Елена Евгеньевна организует работу на должном уровне, и у нас будем работать правильно, будем двигаться вперед. Ранее Елена Москалева возглавляла организационный отдел в администрации городского поселения «Воскресенск», которое теперь ликвидировано в связи с реформой. Ее предшественник на посту начальника управления культуры Вячеслав Копченов также получил новую должность. Он проявил себя на управлении культуры с лучшей стороны и был у нас выдвинут на повышение, курирует работу в бывших поселениях. Ну, поэтому, я думаю, он в области культуры нас не бросит, и это хорошо. Поэтому все, кто у нас находится за чертой города, Вячеслав Викторович, с вами, с новыми полномочиями, но как человек, понимающий в сфере культуры. Вячеслав Копченов будет отвечать за территориальную политику в качестве заместителя главы городского округа «Воскресенск». В частности, в зоне его ответственности работа так называемых территориальных отделов, которые обеспечат связь между жителями в поселениях и органами исполнительной власти. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, Новости Искровакт. Субтитры создавал DimaTorzok